Продолжение следует... 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 Раки. Відварені раки? Сьогодні 30 червня. На стікарі написано 18.06. Чому вони стоять в морозилці? Їх специально, мы их еще не выкинули. Як вас звати? Илья. Илья, где написано, что это специально? Это была проработка, и оно не пошло в меню. А зберегайте на память. Виностите, пожалуйста, звезды. Звездки ци меди? Это наши черноморские чаи? Да, их привозят. Мы очищаем их мясом меди и вакуумируем. Это не вакуум. Видите, там купа повітря. Это не вакуум. Та и на замороженні вони не схожі. Подивимось на дате. Ну, это то, что вы налепили, а на самом деле 14 червня. Что вы таким чином делаете? Подовжите медиам життя? Нет. А что? Это такая игра по новой дате? И эта игра небезпечна для здоровья гостей. А это что? 0.7 или 0.6? То они уже майже месяц без вакууму і заморозки спочивають. Я думаю, что они зипсовані. Так невірно сберегать меди. Можно подивиться ось ці заморожені. Тут стікера взагалі немає. Мабуть, вы решили не заморочуватись. Да. Ну, как это? Ну, как это? 2.06 и 22.06. А яке насправді? Ну, откуда я знаю? Цікаво, а кто знает? Илля, скажите, знаешь, что вы это делаете? Кто вам сказал? А, то есть это звичка? Да. Шкодлива звичка. Особливо для гостей котелка. Это что? 20.000. Ну, в данном случае я нашел это на рабочей поверхности. Иган Чиркаця геть бруднюща. Тряпку выбрасываем. Так. Проверим чистоту поверхности. Грязно. На поверхні і прибирають поверхнево. Так, идем дальше. Соус. Это картофельный соус. Стикер есть. 29.06.17. Добре, что стикер есть. Погано, что стоит не у холодильнику. Таракан у вас есть? Нет. Точно нет? Точно нет. Так, проверим. Тараканов нет. Хоч это тишить. Полка, где хранятся специи. Могла бы быть чище. Немного есть. Мы уже работали, извините, с утра. Мы уже вечером замываемся, а утром начинаем работать по новому. То прибирание до рабочого плану не входить. На последние полки проверяли? Чистили? Вечером, знаю. Там чисто? Ну, не знаю, как на вашу белую руку. Так же, как и здесь. Под корзиной с хлебом. Полка. Грязно. Если с этой полкой я еще могу закрыть глаза, то на третьей полке должно быть чище. Ой, какая вонь. Смотрите, сколько отходов. Ціла жменя архаичного бруду. Посмотрите. Чего есть? Вонь нереальная. Та и видовище огидное. Сток забился, вы его выломали с мясом. Но вам это не помогло. Это надо выбросить. Согласен? Конечно. Я бы посоветовал замуровать этот слив. Божвин – справжнее джерело бактерий. Ну что, идем проверять холодильник. Так, а почему мидии на полу лежат? Они в ящике лежат, мы их перечищиваем. Просто на підлозе. Надо срочно поднять ящик с пола. Это не место для разборки мидии. Идемте дальше. Где у вас холодильник? Гудильник с заготовками. Есть кортейнеры. Проработка панакота будет. Да! Ну, я вас понял. Рядом с десертами тюлечку хранить нельзя. Бо панакота буде с ароматом рыбы. Тут много тюльки. Девочки себе сразу делали заготовки. Все стекера на месте. 29-е, 06-е. То есть все приготовлено вчера. Вот такое большое количество заготовок. И вы что думаете, что сегодня это все продастся? Я могу с вами поскорить. За один день все продастся? Даже еще и больше. То тут не лише бармидии, а и тюлечки. Это на штат. Еще есть. Курица. Стикер есть сегодняшний день. Сырое мясо хранить в одном холодильнике с тюлькой, с десертами нельзя. Бактерии. Забирайте. Вид кишкового розлада подали. Так, ну что, давайте полочку еще проверю. Грязно. О, еще и потеки на дверцах. И это ваш холодильник. Категорически неправильное товарное соседство. Десерты, мясо сырое, рыба. С этим холодильником все ясно. Аня тим часом продолжает проверку морозилки. Явакуумована рыба. Это что? Дунайка. Это Дунайка. А сколько она тут сохраняется и когда она приехала? И знаете холодную цехоту? Були б стикеры, знали б. На ней нет дати. Сколько она тут лежит, неведомо. Что это за продукт? Тартелетка. Это ДАТО. Почему хлеб рядом с медиами? Хлеб не будет поддаваться термической обработке. Вы сюда что-то выкладите и отдастесь людям. А тут были списаны продукты. И таке соседство небезопасное. Надо это звезды забирать. И еще немного живых раков. Та нет, они уже мертвы. А почему они тут? Делали проработку. А трупики на згадку залишили? Сумный мертвый рак. Привет из Одессы. Это бар-медий котелок. Раки тут сдохли. Їх не маркували, не перебирали. Просто кинули на призволяще. Сумна у них доля. Можете допомогти мне зусь цим? Там было сегодня. Прекрасно. Маркувания нет, а стоят не накрыто. Без роду и племени. Зуцин допоможете? Ой, что-то течет, течет. Лицо капает. Что там, Илля? Вакуумированные баклажаны. Вони уже без вакуума. Маркувания на них нет. Сколько там таких пачок? О, много. Это они и наплакали, калюжи. А почему хлеб в морозилке? Нашу вы морозите багеты? Потому что багет свежий сложно резать и моего помораживать. Цей багет без дата. И он уже немного сухой. Вот, посмотрите сам. Так? Мав подмерзнути, но уже перемерз. Тут просто бардак. Я могу сделать выяснение по морозильной камере. Бар котелок меди в Одессе. Тут продолжают життя медиам, ставлячи стикеры на 7 червня. З датой 30 червня. Тобто, мову про три тижні. Тут живут дохлі раки, списані раки. Хліб, розвакуумовані продукти боруч. Виходим. А Тищенко тем часом почав перевірку ще одного холодильника. Опа! Это основной продукт меди. Это еще не перебирали. Вы еще не перебирали? Как вы убираете из основной массы меди дохлые пропавшие? Идите ко мне, скажите. Если дохлые нити, то она открыта. Открыта, да. Вот этот бой мы выбрасываем. Тот же парень, который их не перечисляет нам, он потом отделяет мясо от раковины. И потом мы его закумируем и завораживаем. И как долго храните? Храним в течении зубы. Не-не, замороженые. А, замороженые. Там уже пять дней. П'я дним, там и бачилы. На ящиках маркировки нет. Это неправильно. Идемте дальше. И по ходу я проверю чистоту на холодильнике. На холодильнике пыль. Еще одна ложка дегтя. А теперь идем делать заказ. Скажите, пожалуйста, а я могу присесть на летней площадке? Конечно. Проведете? Да, пожалуйста. А представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Геннадий. Геннадий. Очень приятно. Меня Николай зовут. Меню. Ну что, мы с вами в Одессе. В бар Мидий Котелок. Тут предлагают такие блюда, как Мидий в чесночном соусе, Мидий в сельдерея. По цене 240 гривен. Мидий в сливочном соусе, Мидий в соусе песто 280 гривен. И лосось с ванильным соусом 285 гривен. Ну что, я готов делать заказ. А у Фетянд уже тут, як тот. Я не слушаю. Хочу Мидий в сельдерея. Задопить-то желаете? Лимонад у вас есть? Конечно. У нас есть наши авторские лимонады, есть свекольная имбирная, говорите, что базилики в апельсинской лице, апельсинской лице, переводим. Свекольная имбирная лимонад. Хорошо. Сколько ждать? Минут 15. Отлично. У меня есть 15 минут. Давайте посмотрим зал и вымоем руки. Вбьем у двух зайцев в одночасто. Зал выполнен в модном сегодня стиле лофт. Вот глазу даже не к чему придраться. Но эти длинные столы, я их, конечно, не очень люблю. Потому что мне кажется, гость больше хочет находиться в такой вот интимной обстановке. Такие столы хорошо использовать под большие компании. А пылючка, я на нем? Стол чистый. С обратной стороны стола. Очень грязно. Идем где мыть руки. А вот и зона туалета. Очень красивый подключатель. Оригинальный. Туалет выполнен в интересном дизайне лофт. Стильно. Та як тут справа с чистотою? Крышка унитаза. С обратной стороны потекал нет. Сиденье чистое. С обратной стороны есть следы мочи. Внутри унитаза грязно. Туалет за мезганец. Слив работает хорошо. А вот ёрши в каком состоянии? Контейнер для Ёрша уже проржавел. Та у котелку цього не помічають. Готовы? У Ёрша модный Ёжик, но в его прическе следы фекали. А це уже не так модно. Держатель для туалетной бумаги. Грязный. Моем руки. Самодельный кран сделан из таких вот латунных трубок. На его трубке есть окисление. Креативный, проте недоглянутий. Горячая вода есть. Мыло в дозаторе тоже есть. Ой, чем внимательнее я проверял этот туалет, тем больше неприятных деталей находил. Уборщицы должны вымывать его лучше. Идёмте на летнюю площадку. Надеюсь, заказ уже готов. Котелок в котелке. Оригинально. Ваши не могу. А вы повара позовёте? Ну, конечно. Без него деустацию не начнемо. О, Дмитрий, присаживайтесь, пожалуйста. Расскажите мне о том, кто придумал презентацию вот так вот оригинально выносить в котелках. Придумал наш повар, который временно не на работе. Хорошо, то есть в эту часть котелка мы будем сбрасывать раковину. Продумано до дребнець. Так, есть такой хороший итальянский метод, когда сам малюст берут не рукой, а с помощью ракушки. И удаляют вот этот вот хвостик, которым она крепится. Да, держится. Попробую. Когда мидии плохо вымываются, мне, может, показалось, попадаются внутри кусочки битых раковин. Показалось. Я еще попробую раковину прямо снизу в бульоне. Пересолили или нет? Я так и знал. Сам продукт мидии морской. Там своей соли, естественно, достаточно. А неопытные повара добавляют еще больше соли. Но ваши мидии не понравились. Они были не пересолены. Хороший баланс специй. И тонкая-тонкая нотка белого вина. Спасибо. Здорово. Можно счет, пожалуйста? Спасибо. Специальная вода с лимоном. Помою руки, чтобы освободиться от этого аромата специфического мидии. Так. Общий счет 285 гривен. Ну что ж, я буду платить как-то. Что по-моему там? Ваш сувенир. Сувенир? Магнитик, да? Кев дает интересные сувениры-магнитики на холодильник. Требница, да все ж приемно. Все, спасибо за расчет. Проверю в приложении, сколько денег снял официант. Моя последняя операция на сумму 285 гривен. Счет на сумму 285 гривен. Деньги списали правильно. Контролировать расходы удобно. Ну что ж, проверка закончилась. Наш вердикт через секунду. Мы проверили бар-мидий-котелок в городе Одесса. Перед вами наши ревизорские весы. Белый шар – ваши достижения. Черный – грубые ошибки. Зал. Дизайн зала и туалета модный, современный. Но качественно убирать за гостями вы не успеваете даже сейчас. При неполной загрузке. Черный шар. Обслуживание. Официант Геннадий с работой. Справился. Белый шар. Цены. За котелок мидий и свекольно-имбирный лимонад мы заплатили 285 гривен. Для курортного города в разгар сезона. Такие цены могут быть. Белый шар. Кухня. У вас дорогое оборудование. Оно современное. Но видеть его таким грязным – мне просто больно. за кухню. Черный шар. Дегустация. Подача мне понравилась. Вкус мидий тоже был хорошим. Но учитывая состояние вашей кухни... Рекомендовать вашу еду как безопасную я не могу. Черный шар. Ревизор не рекомендует бар-мидий котелок в городе Одесса. Друзья мои, вы же новый ресторан. У вас один дизайн чего стоит, но далеко на дизайне не уедешь. Вы работаете со скоропортищимся продуктом. Отравление моллюсками летом в жару... Ужасно. И вы это знаете. И к своему основному ингредиенту, который входит практически во все блюда, относитесь без внимания. Можно сказать, смотрите, медиа наши черноморские, местные. Их привозят к нам каждый вечер. В качестве своей еды, своей продукции мы вручаемся на 100%. Каким образом? Вы оплачиваете отравление гостей, не дай бог. У нас не было жалоб от гостей. Слава богу, не было никогда. За что время наше не было. Было, не было. Не дай бог будет. Друзья мои, я только за развитие. Я только за то, чтобы вы процветали. Но моя к вам просьба. От слов, просто от слов, перейти к конкретным делам. Чистая кухня, качественный продукт, правильное хранение, стикеры, время заготовок. Этого ничего не нашел. Но вы отвечаете. Вы все отвечаете. Кто отвечает? А почему у нас не было стикеров? У нас стикеры были на каждых лотках. Послушайте, я нашел стикеры переклеенные. Ребята, мы в Одессе. К вам приезжают туристы. Уважайте ваших гостей. До свидания. До свидания. Мы в Одессе. Это легендарный ресторан Пап Гамбринус. Идем с проверкой. Пап на Теребасевске. Один из самых старых и самых известных закладов Одессы. Команду ревизора сюда очень кликали. Официант принял заказ и забыл про него. Через полчаса сходили за другим официантом и снова сделали заказ. Потом дозаказывали у случайно проходившей мимо третьей официантки, так как второго из лет простыл. Очень уютное место. Огромнейшее разнообразие пива и всяческих закусок к нему. Всегда очень вежливо обслужат. Это заставляет возвращаться в Гамбринус снова и снова. Все неплохо, но нам в свиных ушках попался волос. Брррр, как вспомню, так до сих пор трясет. И официанты совсем не извинились. Тож, як насправді годують та обслуговують у Гамбринусі? Перевірець команда ревизора. Упс, на кухню це не схоже. Так, а где кухня? Не знаете? Вот, пожалуйста, в торговый зал пройти. Сейчас 50, и мы сейчас все расскажем. Гарна спроба завадить ревизией. Как вас зовут? Олег. А вы или кто? Управлевщина. От у вас все и розпитаемо. Где вы готовите? Сейчас в данный момент закрыто. Закрыто? Да. А закрыто почему? Ну, временно закрыто. Злякались пришествия ревизора? Вы адміністратор? А адміністратор. А чего вы закрыли кухню? На дезинфекцию. Справді? Ну, я смотрю, есть гости в ресторане? Ну, гости есть, а еды нет. А почему вы тогда не закрылись? Может, мы продаем пиво? А тарелки на столах теж для пива? А где кухня? На верху. На втором этаже? Да. Идемте, открывайте кухню. Нет. Я не шучу. Как нет? Я кухню не открыю. Тож, спробуемо сами. А ключи у кого открыли? Кухня не работает. Там чути голоси кухарів. Просто сейчас не работает. Мы закрылись к дезинфекции. Готуетесь посеред рабочего дня? У вас гости сидят в зале, які приняли замовлення. Они не едят. Это закуски по бару, это пиво. Больше ничего не продаете? Сегодня нет. А где вы нарезаете нарезки по бару? Нигде не идет нарезка. Вы только что сказали, что вы продаете закуски при неработающей кухне. Я не сказал, что про нарезку идет мясная лива. Нарезка это может быть кусочек лимончиков, кусочек апельсинчиков, кусочек бананчиков. До пива люди? Давай, до пива, да. Ну просто гурмани, відчай духи. Давайте в дурака не играть. В кухне не работает. Можете зайти посмотреть в торговый зал? Яка любязність? Посмотрю зону мойки. Поки и ее не зачинили. Пожалуйста, посмотрите. Нержавеющее покрытие мойки современное. Наносики крана на лед извести. Горячая вода есть. Но сам кран... Так, посуда. Вот посуда для зала. Это все посуда для персонала. Давайте я посмотрю, на каких полках хранится посуда, которую вы даете в зал. Грязь и ржавчина. Справжня холодна зброя. Порція рису. З виделочкою. И два порожні контейнери. Больше ничего. Не густо. Холодильник внизу. Геть замизганий. Жир, бруд и дохлий тарган. Сконав у грязючці. Аааа. На трубах. Аааа. Величезний жирний тарган. Розкормили в гамбрінусі. Не жаль. Так, закривати на дезинфекцію треба. А что в этом пакете? Мы там подинимо. Подивимось. Есть бумага, какие-то чеки. Так, написано «Гамбрінус». Чек датирован 30.06.17. Открыт он был 12 часов 9 минут. Читаю заказ. Сковородочка с телятиной. Сковородка со свининой. Овощи спешл. Документальное подтверждение работы кухни. Ну вот, что вы теперь можете мне ответить? Ничего. Что я должен ответить? Вам не стыдно? Кухня закрыта на подготовку к дезинфекции. Не завадило, проте... Вы еще в час сковородки жарили. Вот мы с обеда и закрыли все уже. Подготовка. З обеду, кажете... Кухня сегодня не работает вообще. Не работает. Выходь, будь ласка, сюда. Там бар на стейках. Сейчас и ее проверить. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Олег. Очень приятно. Олег, как часто меняете коврики вот эти? Декелихи для пива стоять. Раз в неделю где-то это санаврал, когда у нас происходит, тогда мы как-то... То есть, если я подниму коврик, там будет чисто. Давайте посмотрим. Смотрите, коврик уже покрыт грехом. Його уже давно потрібно замінити. Давайте проверим чистоту пивных бокалов. Достаньте сами. Бокалы чистые? От и переверим оцю відносность. Бокалы не натерты. Мне кажется, бокал для пива должен быть вообще кристально чистый. Та в Гамбріносі чомусь так не вважают. А что делают здесь вот эти бички? Это такой муляш. Муляш? Цей муляш, хоть до пива не подается... Это отличный декор кормить тараканом. Вот почему у вас такие жирные тараканы бежали на мойке. А на мойке бежали? Да. Вот такие тараканы. Я таких не видел. А мы бачили. Ну что ж, вивод такой. Кухня была закрыта. На мойке мы видели тараканов. А за барной стойкой недотертые бокалы. Идем в зал. Помещение ресторана выполнено в виде большой бочки. Ну, это понятно. Ведь тут продают пиво. Ну что ж, давайте проверим зал. Первый стол, который попался на моем пути, засервирован. Для кого кухня ж не працює? В администратору? Я администратору. А чего вы закрыли кухню? На дезинфекцию. А можно, пожалуйста, администратора? Вот расскажите мне, пожалуйста, вы представили Североку. Почему? Ну, для гостей наших. Для гостей. То есть они будут кушать? Сухари. Сухари. Вилкой и ножом? Ну, люди по-разному едят. Некоторые едят руками, некоторые едят ножом и вилкой, даже вяленую рыбу. Навіть не червоние-то. Пять человек. Шестером будут есть сухари? Ну да. Справжний королевский бенкет. Можемо замовывать порцию сухарей зараз? Да, одно слово. Я никогда в своей жизни не пробовал есть сухари с помощью ножа и вилки. Лайфхак від Гамбринуса? А ось і замовлення. Как вас зовут? Очень приятно. Как гости едят сухари? Ну, камени высыпают их в тарелку. Вот так, да? И самому смешно. А приборы зачем? Ну, знаете, просят и к сухарям тоже приборы. И пиво с трубочки пьют. Да. Кто-то не хочет пачкать свои руки. Да шо вы кажете? Присаживайтесь. Я себе немножко отсыплю. Ну что, показывайте, как есть вилкой сухари. И про них не забудьте. А вы их не нарезаете? Зачем? А, ну, покажите. Яка майстерность? Смотрите, это очень сложно. Мне вообще неудобно. Нужно иметь особую сноровку. У вас тоже не плохо получается. Лишень крихта до рота дісталась. Сервис у вас прыгает. Может быть, сухари, который уронит сноровку, он не ест. То меньше сприт, не голодные сидят. А ну, вы можете порезать сухарь ножом? Ну, я ем не кай. Так а зачем вам приборы? Причем на шести сразу же в местах. Приборы подают только к еде, а не к сухарям. А хлеб, вилкой и ножом, никто не ест. Мрать не хорошо. И вам это не идет. И за всем этим гостя спостерегает. Здравствуйте. Мы вам, кстати, не помешали? Нет, я просто присутствую при таком шоу. Хоть заплати еще дополнительный. Гамбринус вміє веселить. А что вы кушали? Кусно было? Вот, 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 что есть. А что? Ну, можно сказать, это рыбка. Рыбка была веселая. Поджаренная была, да? Да. Ось, рыбка цацца. Цикаво, где же ее готували? А можно вас на минутку еще раз? Да. Как вы можете прокомментировать? Полчаса назад заказывали рыбу. И ели. И ели. Я сказала, потому что мы ее ели. Мы еще за ней не разраховались. Полчаса назад вы уже находитесь здесь, наверное, часа полтора. Ну, хоть час назад, о, Боже, ну, и в конце, это бы еще за ней не разраховались. А что такие? У вас шубина пропала? Нет, конечно. Так, с приводу кухни, что скажете? У нас кухня стала на дезинфекцию. Мы же вам уже ответили. Зачем вы задаете приводокационный вопрос? Так что мы свели ее до дезинфекции? Ну, получается, вам повезло. А может, нет? Одесское счастье у всей России. Я ей повезла, что у вас кухня стала, выбачьте, на дезинфекцию 45 минут тому назад. Ну, не 40, то это, наверное, точно. Слушайте, у вас сидит людина, я кажу, что она тут поела. Но я еще за ней не разраховалась. И вы продолжаете про это брать? Я не пришел, вы в брать шерты. Ну, можно и так, значит, сказать, говорить, как хотите. А назвите это иначе, доберите слово сама. Та слів не знайшлося. Сейчас в моем будет разрахунковому, потому что не будет. Эта рыбочка и будет еще картошечка. Здесь тут была такая гарненькая картошечка, да. А что, мы за ней, может, и не заплатим? Вот, походу, так вот. Так, то есть, рыбы не было, ничего не было, можно не платить? Ну, так я же сказала уже. Ну, платить не нужно. Все. Ці набрехні безкоштовні страви. Я таки знала, что бы он есть на свете. Таки да. Так я пошла, спасибо вам. Так, Боже, Валерочка, нам ни за что платить не надо. Рибки цей не было. О, спасибо, дай вам Бог здоровья и счастья, и прицветания. Комусь сьогодні пощастило. Как вас зовут? Меня зовут Тамара Ивановна. Я люблю вас на передачу. Дело Боговгодное. Ну, там удача. Я пошла тихеньку на вывод. И вам спасибо. И от добрых справ повернемось до ревізии. Проверим туалет. Ой. Який сюрприз. Все встигли прибрати? Давайте познакомимся, не убирайте. Как вас зовут? Виктория. А ну, дитя, идемте со мной. Разом переверимо туалет. Давайте посмотрим чистоту этого пессуара. Видите? Вот смотрите. Ржавчина. Ржавчина, потому что оно здесь затякает. И не разрубеет в течение дня. Може варту ретельнейше вымывати. Внутри пессуара чисто. Сливает хорошо. Сливает хорошо. У всех трех пессуарах. Давайте зайдем в кабинку. Ще и унитаз переверимо. Крышка унитаза. На ней черный женский волос. Явно не ваш. Ну, здесь ноги путают. Помоги, мужчин можно увидеть его в туалетке. То прибирати ж треба. С обратной стороны крышка вымыта. Сиденье унитаза чисто. С обратной стороны следов у мочи, фекалий. Нет. Внутри унитаза. Дэш чистый. Слив работает. Хорошо. Ёршик есть? Да, конечно. Посмотрим. А брук там будет. Ой-ой-ой. А если не будет? Вот зараз и не знаю пусть. Готовы? Я? Да. Я готова лить ко всему. Раз, два. Раз, два. Ну, ничего нет. Но, Ёршик, уже нужно заменить. Хорошо. Бо він уже лисуватый. Так, есть держатель для туалетной бумаги. Он тоже чистый. Туалетная бумага есть. Так, есть хигиенические сиденья для унитаза. Держатель чистый. Идемте к умывальнику. Можно мне уже куда-нибудь идти? Большое вам, конечно, спасибо. Я не буду вас задерживать. Спасибо. Приятно мне было познакомиться. Если нет, то я был бы это кран для вас видит. Хочется верить. Ну что, умывальник. Чистый. Чистый. Кран отполирован. Горячая вода есть. Держатель бумажных полотенец чистый. Зеркало в потёках. Моем руки. Мыло есть. Полотенце есть. Что я могу сказать? Туалет. Агамбринус. Агамбринус. Знов за рыбгроши. Та меню всё. Агамбринус. Агамбринус. Стоит 320 гривен. Как вы думаете, что я закажу? Даже не знаю. Что-нибудь безалкогольное, прохладительное. Не вгадали. Вы знаете, а я ничего не закажу. Потому что мне неприятно делать заказ в месте, где мне откровенно врут. Поэтому спасибо. Вы можете быть свободны. А нам час робити висновки. Мы проверили легендарный бар Гамбринус в Одессе. И что я имею сказать? Больше всего на свете я не люблю вранье. И тараканов. А тут я нашёл и то, и другое. Ревизор не рекомендует. Бар Гамбринус в городе Одесса. Ревизор в Одессе. Это отель Отрада. Пятизвёздочный. Будем жить и проверять. Бутик-готель Отрада розташований на престижном французькому бульваре в историческом центре Одессы. До Чорного моря лише 10 хвилем. Ведуки гостей – переважно позитивнее. Хороший отель в самом лучшем районе города. Имеет собственный пляж. Во дворе бассейн. Номера небольшие, но очень уютные и чистые. Ощущение дома. Красиво, пафосно, но номера маленькие. Ресторан достаточно дорогой, а блюдо – посредственное. Отель порадовал приветливым персоналом и сервисом на высоком уровне. Номера светлые, уютные. В ресторане очень вкусно готовят. То, что приховывает готель с тишной назвой, переверить команда ревизора. Добрый день. Я Николай Тищенко, это программа «Ревизор». Скажи, пожалуйста, а есть номера? Есть у нас обладание номера в наличии. Это на кто лучше него предложить на сутки. А какие там дополнительные услуги? Завтра включен, фитнес-зал включен, пользуясь бассейном на территории отеля и пользуясь пляжными условиями. ЧИМАЛИЙ ВИБЕР ПОСЛУГ А сколько номеров вільных зараз можете нам запропонувати подивиться? И каких категорий? У нас 7 категорий, 4 категории будем показывать. Стандарт категорию. Стандарт улучшений. Полулюкс. И полулюкс. Еще категория. Яка неочекована приемность. Дякуємо, что готовы показать номеры, но это делать не нужно. Знаете, почему? Бас, наверное, забронированы с нами. Вгадали. Не только забронированы, а и куплены. Вот у нас 305 номер. Это люкс. И номер 311. Стандарт улучшений. Мы будем тут ночевать, но начнемо не с номеров. Мы пойдем посмотрим, как выглядит ресторан отеля отрада. А точнее, кухня ресторану. Здравствуйте. Я Николай Тищенко. Это программа Ревизор. Добрый вечер всем. Есть шеф-повар? Су-шеф есть? Вы. Меня зовут Николай. Очень приятно, Дмитрий. Познайомились и начнемо. Как давно мыли плиту? Замянуть будет каждые три дня, но сейчас была работа, поэтому пока так. Прекрасно, что накрывают фольгою, чтобы было чистейше. Участки вокруг плиты довольно-таки чистые. Так, ну что, идем дальше. Часто моете гриль? Кажется, каждые три дня. А внутреннюю поверхность? Под гриль. Кажется, ее струшиваем, все, здесь поддон. Сам поддон моете? Он все просыпается. Но ему тоже надо мыть. Поддон промывается, но в этот раз, да, не помыли. То нам просто пощастило? Параконвертоматик, идем. Хороший, качественный. Якісный и чистый? Сверху на параконвертоматике немного пили. А в середині? Так, в нем работали. Как ловить мясо, выпечка, зро. Его нужно вымыть. Бо ж бруду у ньому чимало. Проверю еще полки, на которые хранятся специи. На полках немного пыли. А на какие улії тут готовить? Дим, шанс. Ты видишь? Дай пять. Масло супер. Готовить можно. И это приемная новина. Так, что с холодильниками? Дим, смотри, вот как на духу, признавайся. Товарное соседство в порядке? Супер. Стикеры есть? Стикеры подписаны маркером. От и проверим. Открываю холодильник и ни одного стикера вообще. Отакой. А что-то остатки пасты. Моцарелла. Нет, это фрикадельки. А був би стикер, знали б напевно. Сыр салабуни. Что еще здесь? Сауса. Это луковая поджарка. Нет ни стикера, ни даты. Когда использовать? А это должно быть. Это же визуальный контроль от продукта. Окрім визуального контроля, существуют еще санитарные правила и нормы, которым тоже нужно следовать. А как с чистотой у холодильнику? В холодильнике вот такой черный волос. Тут кто-то линяв. И помимо того, что волос, смотри, какое желтое пятно. В холодильник можно мыть лучше. Так, ну что, с этим холодильником все ясно, стикеров нет, холодильник вимит плохо. Идем дальше. А тим часом Аня швиденько переверить мейку. Рушники з білих стали уже сирими. Еще и продюрявились. Ось еще один. Колись это был рушник. А теперь брудная ганчирочка. А тут металевый яжачок для мытья посуды. Уже старезный. И одна единая ганчирка. Ну, больше-менее новая. Есть засады для мытья посуды. И сами мытьки не брудные. Робочий стан. Повертаемся до Миколы. Где морозилка? Идем посмотрим. Все в вакуумных упаковках. Есть стикер. Это фелятина на кости. 25.01. У глубокий заморозці зберегатись може. Это французский петушок. Уже разделенный. 21.06. О, это уже что-то свежее. Черевневое. Да. Головы говяжьи. 25.06.17. Свежая. Поки что морозилка тишет. Рыбу маете только? Совсем немного. Вот рыба. Что здесь? Это наборы рыбные. 29.06. Еще сегодняшний. Сибас разобрал. Уже филирован. 16.06. Так. А что с креветками? 11.06. Морозилка на кухне отради радует око. Это была кухня ресторана-отеля Отрада. Пойду делать ревизию дальше. Теперь мы идем в один из наших номеров. У нас снят стандарт и люкс. И почнемози стандарту. Нас встречают. Даша лица. Как вас зовут? Игорь. Ради знаемства. А вы все госты и проводжаете? Да, конечно. Лакшери сервис. Спасибо вам большое. Дякую ему. Двадцать четыре. Дякую ему. Пожалуйста. И этот номер стоит 4283 гривны. Ну что ж, начинаю проверку. А это на время ревизии оставляю снаружи, чтобы нас не отвлекали от работы. Ну что, приступим. Моё первое впечатление. Номер выглядит роскошно. Красивые обои повсюду висят, картины. Ничего не режет глаз. Мне кажется, он немного маленький. У меня есть электронная рулетка. Сейчас мы измерим площадь этого номера. Сейчас мы проверим, чи не подвела Анина Чуйка. Ширина 3,65. А вот длина 5,52. И общая площадь 16 метров 92 сантиметра. Прекрасно. Все сгідно стандартам. И это перша приемность. Давай проверим, работает ли кондиционирование. Датчик выставлен на температуру 15 градусов. Но все равно жарко. Мне кажется, что он сломан. Вот такой неприемный сюрприз. Может, откроем его векно и до работы? Сейчас мы чистоту проверим. На раме пыли нет. Чистота подоконника. Теж радует. Специальная ферранка. Блайнд эффект. Ооо, это классно. То есть, в ранее солнце тебя не будет. А может, все-таки в Одессе, и сейчас кинец червня. Супер. Про сон гостей тут пикловицы. Тюль. Что с ним? Повреждений нет. Тюль чистый. Так, идем дальше. Телевизионный пульт. Чистый. А телевизор? Посмотрю, не пыльный ли он? Телевизор чистый. И даже работает. Может, и новый канал есть? Папа, я сказал тебе. Новый канал нашли. Новый канал. Лучший канал Украины. Не переключайте. Адже ревизия только не началась. На тумбе есть ночное меню ресторана. Не оминемо увагою. В меню салат свежий из овощей с миксом зелени. 65 гривен. Черноморская уха. 198 гривен. Икра баклажанная. 145 гривен заплатил. И получил икру баклажанную прямо в номер. Такий особенничный перекос. Полка, тумбы телевизионная чистая. Внутри чисто. Так, идем дальше. Картина. Чистая? Отлично. А над лампочками? Тоже нет пыли? Чистым эстетство вот ради. Так, письменный стол. Пыли нет. А под столиком? Тоже нет. Молодцы. Прямо на письменном столе. Есть шоколадки, чипсы и небольшая аннотация с ценами. Шоколад, батончик 60 гривен. Чипсы 98 гривен. Вот за такую маленькую баночку. И ни в чому собі не відмовляйте. Еще есть две бутылочки воды. Дорогой гость, мы рады предложить вам выбор бесплатной минеральной воды. Обязательно должны быть чистые стаканы. Мы же в пятизерковом готеле. Это чистый. И второй. Чистый. Так. Это тумба. Это не тумба. А, Аня. Это мини-бар. Мы не знали. То что ж пропонуют гостю? В мини-баре есть водка, есть коньяк. Также есть безалкогольные напитки. Пробовать, конечно, я ничего не буду. Еще ж ревизию проводите. Просто посмотрю чистоту полок. Полки грязные. Сдаётся, кто-то прискипается. Шкаф. Чего ты ждёшь от шафа? Я жду, что там будут все тремпели. Пять и пять. Десять. Правильно. Альже номер двомисный. Так, посчитаем тремпели. Два. Четыре. Шесть. Восемь. Десять. За стандартом. Правильно. Очи конья справдилась. Так, чистота полок. Чисто. Нижняя полка для обуви и чемодана. Чисто. Есть сейф. Приз-курант на услуги прачечной. Также есть мини-косметика по уходу за обувью. Две пары тапочек. И пакет для грязного белья. Всего в досталь. Полезу на шкаф. Ань, подержишь меня немножко, чтобы я не упал? Базаночки никуда. Опля. Надейный плечо? Аня, без сомнения. Як завжди. На шкафу полно пыли. Горничная там никогда не убирала. Не долазили, мабуть. Так, кресло, которое помогло мне следовать шкафу. Шкаф, сюрпризов нет. Чисто. И це тишить. Прикроватная тумба. Сверху чисто. А всередині що? Сюрприз! Не, ну молодці. Ну так. Думаю, це здоров'я гостей. І тут є така аннотация. Дякую. Уважаемые гости, средство контрацепції является дополнительной услугой, стоимость которой 80 гривень. Недешева послуга. Полка внутри чистая Еще одна полочка Внутри ничего нет И она не грязная Ну что, а вот и она Кто? Кровать Ты убрав яку Вот эту Потому что она смотрит на меня своими подушками Наволочки которых украшены клубными эмблемами Ну что, с подушки начнем Наволочка чистая Без повреждений Пахнет приятно А сама подушка Чистая Так, покрывало Пятен нет Подреяльник Я дал себе слово Что не буду искать волосы в кровать А их и шукати не довелося Но пропустить вот эти клочья волос я не могу Так, пошли дальше Пододеяльник чистый Одеяло теплое Летом это не совсем удобно Давай, допоможу вытягнуть его Дело чистое Простыня Чистая Подноматрасника Что это такое Ну что, проверим санузел 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 небольшой Светлый Потолки достаточно высокие Мне это нравится Тож, начнем проверку Так, полотенце Раз, два, три, четыре Одно для ног Два для рук И маленькие детки Полотенец На маленькие И это детенча Чистая Семейка Полотенец Папа Мама Син Дочка И грязная Нет Чистая бабушка Полотенце Цією семьи На двоих Точно Вистачить Теперь Умывальник Чистый Кран Отполированный Мило в дозаторе Есть Есть Мини-косметика Два кусочка Мила Шампунь Крем Гель Душ Также есть Шапочка Для душа Их две штуки Гигиенический пакет Тоже есть Мини-косметики В отраде В досталь Ах, хорошо Фен Работает В ванной Лежит бумажка Продезинфицирована На слово Не поверимо Ванна Чиста Ручки Хромированы И отполированы Превосходно Що там Буду случайно Открыл А потому что Мало места Не могу Развернуться Або Хтось Багато Йил Так Зато проверим Есть ли горячая вода Горячая вода Есть Душ Работает Напор Отличный Есть Специальная Веревка Для сушки Белья И Сюда Вы Развешиваете Свои Купальники Плавки Вот Примерно Так И Рукавичку Унитаз Потеков Испражнений Тоже Нет А я вам напоминаю Как они могли бы быть Если мы с вами в номере За 4 тысячи 283 гривны И это Стандарт Отеля Отрада Йоршик Чистый Доброе слово И унитазу Приятно Это Чистый А чистоту Нужно поддерживать Оставлю тут До места Мурчит Толит меня порадовал Но В номере Как-то душно Ну что Спущусь вниз И попрошу Исправить эту проблему Зараза мы переверим Чи сможет Адміністрація Отрады Вирішити це Як вас звати? Я звук Анна Добрый вечер Та я скоро? Добрый вечер У меня Очень жарко В номере При работающем Конденционере И мне нужно Восстановить номер После ревизии Хорошо Смотрите Я пойду погуляю Пока Подеребаться Скорее Добрый вечер Спасибо А у Ани Щекупа роботе Я крокую В люкс номер 305 Картка Встанула Одразу Умкнувся кондиционер Підчуваю холод Аня Аня З кондиционером Пощастило Більше Ніж Миколі Команда Заплатила За номер Люкс Хотелі Отрада 7506 Гривень У ньому Дві кімнати Є спальня І вітальня На гости І чекає Тарілка З фруктами І ще дехто На столі Сидить Комаха Віп-гостя Хочу зателефнувати На рецепцію І замовити В номер Фумігатор Тому що Не хочу бути Кокусеною Нарану Це номер 305 Я можу попросити Вас принести мені В номер Фумігатор Від Комах Сможете ли ви Подождати Буквально 15 минут Добре, я чекаю Спасибо вам Зараз Друга 27 Тобто О другій 42 В моєму номері Має бути Фумігатор А поки чекаємо Почнемо Ревізію Роздивлюся Ліжко На якому я спатиму Почну з подушки Наволожка Біла Чиста А сама подушка Вона чиста Підковдра Без плян Просте радло Підководатися потроху Але чекаю На перевірку Сервісу І поки Аня чекає Фумігатор Микола дізнається Чи вирішили його Проблему У мене Добре ночі Спокойної ночі Так я слухаю Анна Віталіюна Повід номера Ставить лобі Бою Принес Для вас Фумігатор О, я вам дуже дякую А що у нас з часом Друга 41 О другій 42 В моєму номері Має бути Фумігатор Ну ви впоралися За 14 хвилин Дякую вам за це Добре ніч Добре вечір Добре вечір Пристанемо вам на вибор Є жидкость Є спосібно Давайте ось цю Жидкость Оскільки я винна За фумігатора За турботу З неудобства Ми пристанемо З добиснення Дякую Зважаюся Щасливо Ну що сказати Це приємно Навіть у такій пізній порі Примку гостя Виконува Швидко І покання готується до сну Микола дістався свого номера Спокійної ночі, друзі Увідімся завтра утром Фух Після душу приємно Лягти Розслабитися Хочу звернутися до усіх Упівнічників Приєднуйтесь, будь ласка До офіційних груп ревізора В соціальних мережах Адреси ви зараз бачите на екрані Будемо там спілкуватися з вами Усім добре ніч Солодких снів Добре утро, країна У мене було жарко Спати було неудобно Не виспався Якщо халат одягну Так от і халат Халат чистий А тим часом і Аня прокинулась Добрий ранок Воно, що можна сказати? Мені це не наснилося Я і справді прокинулся Прокинулася в номері «Лукс» в Одесі Вартістю 7,5 тисяч гривень Хочу розказати про враження Зручне ліжко, матраць м'який Мені не заважали сусіди Я їх не чула Я також не чула жодного шуму з вулиці Всю ніч байкотів кондиціонер У невеликій кімнаті за зачиненими дверима всередині Це доволі голосно Не можу сказати, що я аж дуже виспану Іду в душ А Микола вже дістався басейна отради А це що? Це парогенерація, уважнення віду Щоб не було так жарко Ну, класно Приємний бонус у спеку Надену гаупрошку на руку Щоб показати вам чистоту басейна Та спочатку оглянемось Нігде немає показателів Можна прыгати в басейні Немає показателів глибини басейна Мені це не подобається Доведеться на своїй шкурі перевіряти Я прыгну, раз показателів немає Ось температура води 25 градусів Зручна вказівка Як вас звуть? А яка десь глибина? Метро в три з половиною Впевнені? Мерю з собственним ростом Якщо у мене рост метр восемьдесят п'ять Примерно два метри А тепер і чистоту перевіримо Сливи обычно втягивают грязь, волоси, мусор В цьому сливі нічого этого немає Чисто А тепер і для втіхи можна похлюпатися Ну що, я закінчую водну процедуру Спікуємося на завтракі А чим зайнята наша Аночка? Ну що, вже за п'ять дев'яти мають приїхати дівчата І вже разом із ними ми будемо перетворювати номер люкс за 7500 гривень На гримерний трохи костюмерний Вся ця кімната перетвориться на фабрику краси і стилю А от і майстрині краси Добрий день Команда стилістів у зборі Яночка опиняється у руках черівниць краси Примерно цього разу нам слабував номер люкс в готелі Атрада в Одесі за 7500 гривень Готово А тим часом Тищенко завітав на сніданок у ресторан готелю Отрада Добре витро, хлопці Як вас звуть? Мене звуть Петр Петр, очіплі А дайте мені, будь ласка, кофі Це платне або безплатне кофі? Ні, це безплатне А якщо я 15 чашок захочу? Ну, якщо ви їх самі вийшите, будь ласка Тоді мені, будь ласка, 15 чашок америка А поки її готують, роздивимося залу Небольшой ресторанчик с выходом на територію бассейна Играть музика Довольно-таки просторно, светло А що пропонують на сніданок? В чому особливість свєцького столу? Я можу взяти скільки угодно їди, їсть від пуза І от раді вибір страв чималий І поки готують гостя можна заказати омлет з различним напівниками, а також каші Як швидко готуєте? Ну, в течінні 15 минути Давайте мені омлет Ще? Ветчина, сир і сладкий перец І поки готують сніданок, продовжимо Також на завтрак в отелі Отрада Предлагають большой асортимент десертов Є фрукти, абрикоси і підвявші персики Ви виділи персики подвяли? Смотрите Да А смотрите, тут ще даже червиво Ми це компенсуємо прекрасною выпечкою Прекрасною выпечкою Кметлеєво Перед тем, як позатрукати, я хотів би вимати руки Скажіть, де у вас історі? Отлично Зовсім поруч Та першні ж руки мити Перевіримо чистоту рукомийника Так, умивальник Грязі Ні, кран відполірован Гаряча вода Гаряча вода є Мило в дозаторі в налічі Моємо руки А тим часом Манечка вирішила дещо перевірити Добрий ранок У мене є до вас одне питання Скільки в готелі є з рок? Я звезд А ви маєте сертифікат? Так Можете показати? Добре секунду Бо ж на слово не повіримо Сейчас принесут А чому його немає на рецепції? Тому що такі документи в нас храняться в флесіфі Можна зробити копію Повісити її на стіну Обязательно зробили Добрий ранок Сертифікат принесли? Це напевно меню Дякую Нам принесли оригінал свідоцтва Про встановлення категорії готелю Документ дійсний До 25 грудня 2017 року Він чинний Бо зараз у нас червень 2017 року Дякую А тишченка вже чекають І страва, і кухар Присаживайся, будь ласка Похожую за вами Дякую большое Давайте знакомиться Как вас зовут? Наталья Наташа, кем ви работаєте? Коваром Тож перейдемо до страви Так, я заказал омлет с ветчиной С сыром І болгарським перцем Самая распространенна ошибка Омлет часто подгорає В неумелых руках С обратной сторони подгорел? Нет Точно? Да Перевіримо Не подгорел Прожарка хорошая Начинки Достаточно Спеції хорошо балансируют Вкус мне нравится Омлет потешил Продовжимо Так, десерты Жиром бывает Капить начинается Ну, это может Разве что Из-за сахара Это калинізується сверху Сахаром А снизу? Снизу на муке На муке? Да Разве что на сверху Когда еще смазываем Сливочным маслом Может оно еще стекает Чтобы получилась Вот эта золотистая корочка Правильно В модных дорогих отелях Яблоко кладут без кожицы Тогда яблоко становится Таким нежным И просто тает во рту Хорошо Обратим внимание на это Яблок недостаточно По сахару вкус удачен Тесто тонкое Нежное Мне понравилось Большое спасибо За утреннюю совместную Дегустацию На здоровье приходите еще Спасибо Идемте посмотрим Как там мои 15 чашек кофе Нагадаемо Их мы замовили Только но зайшли в ресторан Платно или бесплатно кофе? Нет, это бесплатно Тогда мне, пожалуйста 15 чашек американцев Считаем Сколько кофе мне предоставили Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Один Денадцать И шестнадцатая Подарок Бонусом И кофе тут Хороший Ревизию Завершено Час приймати Решение Мы проверили Отель Отрада В городе Одесса Это Наша Ревизорская Весен Белый шаг Ваши достижения Черные Ошибки Номер И так Цены 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 За номер Стандарт Шарф чистый, но пыль на шкафу вы не убираете. Кондиционер в моем номере был неисправен. На рецепции мне предложили переехать, но я же экстремал. Я отказался. Анне в ее номере было комфортно. Это важно. Белый шар. Ночевка. Кондиционер в моем номере был неисправен. В номере было жарко. В номере люкс Анны всю ночь гудел кондиционер. Вам нужно срочно что-то решать с системой кондиционирования. Черный шар. Кухня. У вас отличное оборудование. Но следить за ним даже в разгар сезона надо лучше. А еще нужно маркировать продукты в холодильнике. Завтрак мне понравился. Понравился. За кухню. С огромной натяжкой. Белый шар. Обслуживание. У вас профессиональные офисанты и работники рецепции. Обслуживанием. Мы с Анной. Остались довольны. Белый шар. Я могу огласить вердикт. Ревизор рекомендует отель «Отрада» в городе Одесса. Это ваша награда. Поздравляю. Спасибо. В ближайшие сроки мы устраним все наши недочеты. А это будет огромным стимулом быть лучше. Ревизор в Одессе. Это бар «До» в поселке Таирово. Кафе «Бар До» находится в 2-м за величиной спальному районе Одессы. Гостей тут не бракует. Хотя они про него часто противоположные думы. Уютно, вкусно, недорого. Идеально для небольшого семейного праздника. Раньше был довольно неплохой бар. Теперь все изменилось. Кухня никакая. В меню нет элементарных блюд. Обслуживание хамоватое. А про мясо с мангала вообще не хочется вспоминать. С таким обслуживанием скоро всех клиентов разгоните. Идем с проверкой. Здравствуйте. Прямо ему на кухню. Но, кажется, мы немного помилилися дверями. Что такое? Снимите, снимите, снимите. Я Николай Кишинга, программа реализована. Хорошо, хорошо, хорошо. Подождите. Чому відразу так воевничок? Да, пропустите, все будет нормально. Я скажу. Я пришел, я покажу, расскажу. Так, мы посмотрим, мы свои люди. Мы же нормально. Я скажу. На подмогу важка артилерія прийшла. Давайте выходите. Подождите. Давайте познакомимся. Пойдемте. Давайте познакомимся. Давайте познакомимся. Давайте выйдем и познакомимся. Давайте. Мне Николай зовут. Мне Александр. Это кухня? Нет. А что это? Пожалуйста. А холодильники у нас в туалете? Будь ласки камеры натипайте. Не трогаю камеру. Я не трогаю. Я хочу просто выйти. Выходите. Ребята, на вас не тут подняли. Подождите. Телефон дал. Дайте я выйду. Так вас никто же не тримает. Ой, стоп. Виходите, чтобы вас не было. Это с***. Дай телефон взять. Пожалуйста, выходите. Вы с*** или что? Дайте телефон взять. Так выходите. Вы меня заблокировали. Как я могу выйти? Ну, так выходите. Я же пропускаю. Для чего ж так кричать? Щоб знову повернутися? Можна мне передать документы? Дуже дякую. Я дам документы. Я вам срежу. Подивися, пожалуйста. Я не дарюся, вот наши документы. Мы журналісти. Новый канал. Программа «Ревизор». Я знаю, кто вы. Тоді в чому проблемы? У нас есть книги, у нас есть пресс-карты. Скажите, пусть она не толкает. Я не могу ничего сказать. Не надо толкать. Мы показываем документы. Вот наша редакционная задача. На основе этой редакционного задания мы проверили. Приехали. И час нарешті розпочати. Пока мы стоим вот здесь вот в проходе, проверю, насколько чистые двери. Все в пылі, в паутині. Хорошо, в паутині, хорошо. А тем часом нам передают еще одну камеру. Все в паутині, грязно. Хорошо, хорошо. Все грязно. Что у вас еще доброго есть? Я бачу фритюр і бачу брудні ращитки фритюра. Я бачу старі ваги звідси. Витягки немає. Стеля – це просто біла пластиковая вагонка. Я вас не пущу нікуди. А ви хто? Я ніхто, я здесь посудомощція. Вы посудомощція і ви так толкаєте мою колегу, ану жін, журналиста. Нас толкали, на нас напали. Це називається просто нападение. Користуючись нагодою, наші оператори швиденько просочуються на кухню. Зачем же вы ругаете? Вы же женщина. Послушайте внимательно. Подождите, не кричите. Нормально зайти і нормально сказати. А вы врываетесь. Давайте познакомимся. Давайте познакомимся. Как вас зовут? Давайте уже познакомимся. Мене зовут Николай. По-людськи з нами розмовляти не налаштовані. Чому скандал, Саш? Пожалуйста, суда. В помещении очень жарко. Нас встречают очень агресивно. Хотя причина такой агресії дійсно. Нормально зайти. Зайти сказати, хто вы, что вы. Та ми кілька разів казали. Я Николай Кишенко, программа «Релизор». Я не дирисують ваші документи. Мы журналісти, новый канал. Программа «Релизор». Я знаю, хто вы. Але ще раз нагадаємо. Я Николай Тищенко. Это программа «Релизор». Вы знаете, как вас проклинают здесь? Как? Чтобы вы знали. Почему? Везде. Везде Украину вас пара. Почему? Везде, где они хотят, понимаете? Потому что вы не заходите, как нормальные люди. Вы на падение заходите, понимаете? Алиж все было навпаки. Выходите, чтобы вас не показали. Не покажу ничего. Скажите, а что у вас с плитой? Хотя я сегодня готовилася за банкет. Противень. Нужно мыть чаще, потому что решетка грязная. Смотрите, в копоти и в жирок. Как все. Фритюрница. Когда на фритюрнице готовили в последний раз? Неделю назад. Вы мыли ее? Нет, еще не мыли. У меня заказов не было. А на какие олеи готовят? На вот внизу олеи. Можно посмотреть? Пожалуйста. Спасибо большое. Что сроками? Дата производства 15.05.17. Два рока термин продажности. С олеей все нормально. Масло хорошее. Пользоваться. А что? Как часто меняете масло? Раз, на самом деле, я меняю. А есть у вас журнал замены масла? Нет, нет. Ничего, нет, не отвечаю. Почему? Потому что я не отвечаю. Вагомый аргумент. Как давно мыли решетку? Неделю назад. Сетка для фритюра плохо вымита. Очень много жира. Нужно мыть лучше. Почему она сломана? Потому что она сейчас поломалась. Логично. Ремонтировать собираетесь? Конечно. Отлично. А работает сама фритюрница? Нет, не работает. Она поломалась. Во фритюрнице стоит какая-то низка. Эта виску я взяла сейчас. С медом, да, она была? С медом, да. Это соус какой-то? Для чего? Для кривиша? Для вас. Приватую. Так идите попробуйте. Ладно. Вот наконец-то мы находим общий язык. Тож продовжима. А что это бумага здесь делать? Это, чтобы не жир, не капал туда, во вторую. Я прикрываю ее этим. Про масленим непотребом? Эта картонка может загоритись. Опасно. Спыхнем все сразу. Паралельно Аня теж оглядає кухню. Сире куряче филе, яке стоїть без холодильника, воно свіже, воно не замороджене. Просто стоїть на якійсь каструлі. В каструлі просто вода. В воді плавають таргани. Ванни приймають. У вас є таргани на кухні? А для чего это вода, скажите? Это мне вчера не было воды. Звідки вы набираете воду, потому что тут теж тарган? Ну, ну, аааа, чого ж ви голою рукою? Візьмите хотя бы рукавицу. Вам совсем не гидко. А якщо в цей воді варитимуть компот? А якщо борщ? А якщо суп? Натуральна м'ясна приправа забезпечена. Стены почему-то желтого цвета, видимо, откопайте. Это интерьер такой. По самі вуха запецканий ваш интерьер. Газовую трубу давно пмыли. Мы только сейчас будем делать ремонт. То мити не треба? А таракан, вот эта тушка умершего таракана. Знаете, сколько тараканов, говорят, вот там, возле дороги. Але ж ми на кухні. А как давно травили таракана? Таракана на месяц, полтора-два назад. Нужно быть внимательным, потому что тараканы у вас прямо над плитой. Я вас внимательна, не понимаете. Тараканы упадут, это же в еду попадут вашим гостям. Я переживаю не рабочий, чем вы. Та невже. Я микрохвильовка. В микрохвильовці розмороджується курка. Нічого. З куркою все нормально. Чому в микрохвильовці трупи тараканів? Ну, це що? Ну, як можна розмороджувати їжу поруч із дохлими тараканами? В барі до все можна. Я хочу микрохвильовку зсередини подивитися. Не треба там її дивитися. А чому? Там це саме, з жирною викривало. А чому вона брудна? Потому что я говорю, що у меня больших недель не только на кухне. То нехай все брудом поросте. Таріль, на якій розмороджують продукти. Зізі просто ніколи не мили. Ну, где-то ніколи. Сажа, бруд, молоко, м'ясо, яке текло. Микрохвильовка, в якій розмороджують курку, а потім підігрівають їжу. Окрім тараканів, отакий брудийський. На жаль, вже побачили. Правда, очі коле. Подивіться на дошки, непрофесійні дошки. Прекрасно, що ви її маркуєте, що вона не для м'яса, не для овочів. Але оце, що в'їлися, воно не вимивається вже. Старі брудні дошки. Я знаю, що роботи немає, я не на жопу. Може, тому і роботи немає, щоб бруднувато трохи на кухні. Та що ви говорите? Правду. І нічого, крім правди. Таракан, таракан, таракан! Смотрите, смотрите! Свіжовилуплений юніор. Куда рукою? Не вперше вже. Звідки ви набираєте воду, тому що тут теж тараган? Ну, ну, а-а-а-а, чого ж з голою рукою? Таракан біжав рядом, сідой, з відкритим майонезом. От-от таракан побіжав опять. І худко дременув. Я зрозумію, що за плитою. За плитою нічого. Ви вірені? Так, все. Звичайно вам. Ні, навіть не дам бавися бігати, нічого. Ну, добре, я з жінчиною в розрісті не можу справитися, тому що це проти моїх всіх. Вийдите, подивайтеся. Що сравні, я вам можу там подискутирувати. Але завжди головне, що виденько зорієнтуватись. Все в тараканах, ось вони. Ось вони, побіжали. Все в тараканах. А жінки у Бардо таки суворі. Ви видели все в тараканах? Я вігаю, що в мене немає людина, який зараз працює. Ви розумієте, кухня на збучить тиждень не працює. Ну, як? Ви вже сказали, що ви тільки що готовили для гостей. Я прийшла. У мене люди, мої знайомі прийшли, заказали у мене бланки. Так таракани на полу бігають по кухню. Я у мене не бігаю. Вашим гостям, друзям, ви даєте такі блюда? Цікаво, а вони знають про це. Продукти хочу подивитися. Прекрасний салат, дуже свіжий. Збережається у воді. О, таракан. Посмотрите, таракан, да-да. Ви не бачите, фото не бюджет. Ви ще й жартуєте? Ні, дві неді немає повара, ви розумієте? Це осад. Не кухня, а справжній інсектаріум. Так, вийдете, дівчинку, все. Ви дайте нас. Найпростіше вирішення проблеми. Ви, я не думаю, у вас в человеческій совмісті немає неграма. От повірте мені, чесно вам. У нас є ситуація. Ми похоронили отця від рака, від онкоболізні. Очень серйозно, за якою ми боролись. Очень довго. У нас є дуже великі долги. Я приношу вам наші соболезновання, мої личні, всі наші команди. Но, мне кажется, це не оправдывает наличие таракана на кухні. Оно везде, оно здесь совсем домов ползет. А санэпідемстанція навеща. Мясо, шашлык. Цвет мяса хороший. Ну, хоча, задаймо. Запах приємний. Ну, смотрите. Вот, видите, как мы маринуєте, мы себе його отдаем. У нас нету, щоб лежало мясо. Смотрите. Ну, когда вы маринуєте мясо, то должен быть стикер. Я знаю, что это. И указание времени. Только через час назад. Але про це знаете лише ви. Очень важно не хранить сырое мясо. Некробы є, понимаєте, сами, да? І хранить, наприклад, кастрюлю борщом. Це неправильно. Вот смотрите, уже даже запах понюхайте. Неприятный запах холодильника. Плюс на кастрюлю нет ни одного стикера, і не указано, что это за продукт. Что у вас интересует? Просто посуд хочу подивитися ваш. Смотрите. Сковоритки. Старезні і загиджені. Старий бруд, який можна вичистити. Я вам говорю, що яблоко ставила, його... Її треба виварювати. Я знаю, я знаю. Мокола можна навчити. Ну, просто готувати в такий не можна. Я не готовлю, я готовлю. Это тоже у нас не работа, сковород. А чому ви зберігаєте? Цю мовугіллю давно місце на смітнику. Ну, дивіться на сковородки. Это сковородка нервозь. На, що ви її зберігаєте, якщо вона не працює? А що б було? Ой, мои любимі перчики. Моя бабушка так готовила. Как давно приготовлено? Я це привезла тебе кушать вчера. Вечерем я готова дома. А ви личні продукти храните? Нет, так. Да. Разом з їжою для гостей. Понимаєте, що сырые яйца в холодильнике хранить нельзя? Они должны отдельно находиться в отдельном помещении. В холодильнике отсутствует товарное соседство. І повний безлад. На холодильнике убирали? Убирали нельзя, а мне работали. Востаннє тут прибирали за царя гороха. Справжнє сміттєзвалище. Страшно уявити, що всередині, коли з таким боєм захищаєте. Там мотлук, торганець. Ви мені палець прийшли. О, Боже. Давайте, ви Аню, в моє присутствие біжати не будете. Дівчинки. Таракани побіжали, а нас смотрит. Так а зачем животик беспокоїть? Вди, в ресторані. Ви, певно, знущаєтеся. Ну що, з кухні все понятно. Витяжки нет, бігають таракани. Нет товарного соседства. Один робочий холодильник я увидел. Фритюрница сломана, не работает. І ще ось цей ор. Я вже не можу його слушати. Ідемте в зал. Дякую. Большое поміщення з високими потолками. Таке українське шалі. Це сру, в якому пристроені тераси. С большими окнами. Автономка располагається к хорошому настрою. Банковому поводу банкет. Юбилей сьогодні. Як вас звуть? Дайте я. Вам вкусно, кстати? Очень. А ви з нами? Давайте. Давайте. Наливайте. Ну що робити? А нічого інка так робота ревізорська. Давайте. Тост. Мужчины п'ють стоя. Звісно. Я хочу подняти за вас, чтобы ваша семья процветала. І полна чаша вашому дому. Не болейте, здоров'я. І щоб ви відмечали свої праздники ще сто лет. К сожалению, я не можу п'ють. Потому що на роботі, ви вже розумієте, я не п'ю. Но за вас! Ура! Вам огромная просьба. Этот бар рекомендований. Пожалуйста. Посмотрим. Ми ще будем дегустувати. Очень хорошая, веселая компания. Сегодня день рождения. Поэтому ми не будем ребятам мешать. Пусть празднуют, отмечають. А ми п'єдємо роботи. Так. Давайте посмотрим холодильник. Холодильник закрыт. Це не наші пирожні принесли гости. То є ви разрешаєте гостям свої продукти класть в ваш холодильник. Скажіть, будь ласка, а цей соус тоже гості принесли? Так. А компот в графінах, хто принес? Хтось. Тут же стоїть пиво, шампанське, соки, лимон кусочек хтось забыл. Вот копченый сыр. Суцільний безлад. Он течет. Посмотрите на тряпку. Одеська Ніагара? А гостей не затопить? Вы видели, что течет? Напевно, бачили. И крити нічим. И думайте руки. Горячой воды нет. Але хоч мило є. Руки помили. Заразом и туалет переверемо. Туалет. Ну, смотрите, модно. Единственное, что сам туалет маленький. Мне неудобно в нем находиться. Развернуться твое негде. Унитаз. Крышка унитаза. Чисто. С обратной стороны крышка унитаза грязно. Сиденье унитаза сверху чисто. А с обратной стороны следы мочи. Пятна. И грязь. Внутри унитаза потеки. Кнопка бачка слезла эмаль. А сам бачок работает хорошо. Так, держатель туалетной бумаги. Неудобный. С него падает бумага. Но прикрепили намертво. А вот и ёрш. Ёршик сломан старый. Какого-то грязного розового цвета. Замялся. Его давно нужно утилизировать. Внутри жидкость странного желтого цвета. Ведро чистое. Мусора нет. Хоч щось радует. Умывальник. На умывальнике грибок. На лед. Умывальник мой за каждый день. Двери. Это вообще что, грязь вы хотите сказать? Хорошо, хорошо. Умывальник, учитывая, что мы в середине рабочего дня. Какая-то нет рабочего дня. Чистый. А грибок? А у вас нету? Не-не. Жалко. Так, зеркало. Рама. Зеркало. Пыли. Ну что, вывод прост. Туалетки убирают плохо. Час робити замовлення. Давайте посмотрим меню. Семейный ресторан. Это точно. Семья тут боевая. Завтраки. Каша овсяная 50 гривен. Дороговато. Нет овсянка? 50 гривен. 250 грамм. Як для вівсянка не дешево. Холодные закуски. Мясной ассортист. 120 гривен. Сырная тарелка. 120 гривен. Икра щуки. 380 гривен. Блюда из говядины. Рыбный улов. Морепродукты. Блюда на мангале. Блюда из свинины. Слушай, это такое огромное меню. Я не могу понять, как его можно освоить вот этой маленькой кухней. Качество при таком большом меню сохранить невозможно. Это я вам говорю. Ну что, по меню можно сделать заказ? Нет. Мы не работаем. Обслуживать меня отказались. Поэтому я сразу же вынужден сделать свой вердикт. Хотите узнать мое мнение о кафе Бордо в Одессе? Здесь нет самого главного. Любви и уважения гостям. А без этого бизнес не построить. По-хорошему, этот дом тараканов нужно снести и высадить в вишневый сад. Ревизор не рекомендует кафе Бордо в городе Одесса на поселке Таирово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова